Дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня в этом видео мы будем говорить о творчестве. Сейчас, наверное, миллионы людей отключится от телевизора. Я сегодня пригласил себя в гости, а точнее меня пригласили. Или еще, если точнее быть, то я сам себя пригласил в гости. Я так обычно делаю. К Александру Вовку. Ladies and gentlemen, please welcome Alexander Wovk. Здравствуйте, я. Александр, вы у нас творческая личность. Ну, стараюсь быть. Давайте поговорим сначала, как ваш творческий путь начался. Ну, я учился в Питере. Вот, режиссерский факультет. Потом, значит, методика культурных мероприятий. Потом в Петрозаводске актерская студия Национального театра. Поэтому, как бы, вот так началось у меня мое творческое обучение. Ваше конечное достижение ваших обучений, кем вы стали? Актер. Актер-режиссер. Актер-режиссер? Скорее всего, актер, наверное. Актер, да? Актер, да. Но меня очень интересует режиссура. Очень интересует режиссура. Да. Вы актер театра, получается, да? Да. Фроматического театра. С кино вы не снимались? Были эпизоды, но это было совсем очень давно, еще когда я учился в Петербурге. То есть, сделаем из этого вывод, что вы актер театра, а не снимаете? Актер театра, да. С кино у меня очень маленький опыт, поэтому... Давайте представим ситуацию, что вам предложили сняться в кино в любом, да? Угу. Вы, наверное, как актер, всегда думаете, какую роль вы сыграли лучше всего, чтобы вот видите, какая роль больше бы вам подошла, какую бы роль вы хотели бы сыграть. Можно привести пример какого-то героя, там, из романа какого-то великого русского, либо придуманного какого-то героя. Кого бы вы хотели сыграть? Да, слушайте, вот у меня никогда не было такого, так скажем, желания сыграть какую-то определенную роль. Многие актеры, я знаю, как бы мечтают сыграть вот эту роль, либо эту роль. У меня никогда такого не было, поэтому мне кажется, мне интересна интересная роль. Ну, хорошо, какая бы роль была бы интересная? Интересная. Я же разадачил, да? Да, прям разадачил. Понимаете, одно дело хотеть, другое дело потянешь ты эту роль или не потянешь, понимаете? Вот интересна роль Раскольникова, интересна роль князя Мышкина. Ну, не знаю, потянул бы я ее или нет. Зависит от многих факторов и от режиссера в том числе, поэтому... Ну, а то если бы была бы роль в таком каком-то блокбастере, в таком перестрелке, вот это вот все, вот мафия, там машины погони, деньги, я не знаю, наркотики, какую бы роль сыграли бы в этом фильме? Ну, у меня мало опознаний в блокбастерах. Ну, если, так скажем, мафия, деньги, то это, скорее всего, игроки. Блэк Джек, ну, в карты, да? Игроки, да, да, игроки, спектакль был такой, вот, и есть пьеса, игроки, вот, наверное, вот в этой, в этой, в этой, в этой пьесе я бы, мне кажется, интересно бы и себя проявил, мне бы было интересно поработать. Что самое сложное было во время учебы в вашем университете, когда вы учились на актера? Вот какие-то препятствия, которые вот вы видите, я учился на учителя, но очень было сложно, какие-то курсы психологии, да? Потому что, ну, во-первых, литература была на английском языке, в Финляндии так всегда, когда учился на психолога, и там литература почему-то всегда на английском языке. Ну, в Финляндии никто не написал и специально не переводят, чтобы, так говорится, умели на английском разговаривать. А что вот... А, что было трудное? Да, по-моему, ничего. Трудно было проснуться рано утром. Да, вот это было самое трудное, потому что к полдевятому нужно было уже быть на учебе, вот. Вот это было трудно проснуться, а все остальное, как бы, знаете, это абсолютно было не трудно, это было наоборот. Ну, даже я тогда понимал, что это, ну, как бы в радость, это было очень интересно. А сейчас я просто понимаю, что это просто золотые годы. Ну, вот. Нет, конечно, кажется, что это очень трудное обучение, потому что с утра у тебя общеобразовательные предметы, плюс, значит, там, танец, балетный станок, история костюма, куча всего. Вот. Вот. Потом маленький, небольшой перерыв, и у тебя начинается мастерство. Это, понимаете, там, с пяти вечера до двенадцати ночи. Это, как бы, абсолютно нормально в Питере. Там мы забегали в метро, и за нами закрывался метро в час ночи. Вот. Поэтому пока ты приходил домой, пока ты ложился спать, еще такой весь возбужденный засыпали, дай бог, к трем, к четырем утра, и в девять. В девяти надо быть уже, к полдевятому нужно быть на учебе, поэтому это было самое трудное, как бы, проснуться. Вот. Поэтому, естественно, прогуливали какие-то напары, да. Кем вообще сложнее быть, актером кино или актером театра? Не знаю, я опять повторюсь, что у меня малый опыт работы в кино, но мне кажется, что, мне кажется, в кино, наверное, труднее. Труднее, да? Я думаю. Мне так кажется. Потому что, понимаете, в театре вот начинается спектакль, ты ведешь роль, как бы, ты, понятно, от начала до конца, ты проживаешь эту роль. А в кино, понимаете, ты можешь с тем же эпизодом, снял ты сейчас, ты можешь начать снимать с конца фильма, и тебе нужно, как бы, проживать этими вот эпизодами. Ну да. Это, мне кажется, очень трудно. Коля, вы у нас актер театра. Ну, сравним, так как мы живем в Финляндии, финский театр и русский театр. В чем отличие? Ой, ну я не такой глубокий знаток финского театра, но то, что вот я видел и как бы работал с финскими актерами. Разница. Ну, наверное, все-таки школы разные у нас. Школы разные, да? Потому что, например, когда я работал с финскими актерами в театре, то какие-то там, понимаете, моменты мы вообще не понимали друг друга, о чем я говорю, о чем они. Не в языковом непонимании, а вот непонимании терминологии вообще, что происходит. У них больше, как бы, вот знаете, у меня такое ощущение сложилось, больше вот на какой-то, вы знаете, показ, как бы немного от роли они отстранены, как бы они показывают, вживаются в роль, но все-таки какое-то, вы знаете, отстранение. Вот как бы, да, они там какие-то выдают эмоции, кричат, там, может, так вот, там, кричать, плакать, но все равно вот какой-то вот это не я, а это вот мой персонаж. Вот. У нас же всегда учили, что забудь про себя. Сейчас, сейчас персонаж, вот, который ты играешь, это ты, попытайся найти с собой и с персонажем какую-то вот связь, какую-то сцепочку. Когда ты ее находишь, вот, и начинаешь уже работать над ролью, у них работа над ролью совсем по-другому происходит, и меня это немного поначалу оставило в такой ступор. Когда мы, например, репетировали, ты репетируешь, что-то вот начинает вот такое вот появляться, ну, вот такое живое, да, вот такое, вдруг у них, бац, перерыв. Ну, по закону, у них там вот перерыв, да, вот там, они отработали там два часа, им нужно перерыв на кофе. Они спокойно встают и уходят, и я сижу, иду туда, где пьем кофе, пытаюсь там с ними продолжать разговаривать на эту тему. Вообще они даже не понимают, типа, у нас 15 минут перерыв. Я думаю, ну, как так возможно, ты только что тебя там понимаешь, ну, ты возбудился на эту тему, и как можно спокойно уйти пить кофе, и потом кофе попил, пришел и обратно, вот, ну, так, так не бывает. А у них как-то вот так бывает, и я понимаю, что это, ну, не натурально, все-таки как-то вот они все-таки вот больше на показ, на показ. Вы работаете? Ну, я, может, ошибаюсь, я не знаю. Значит, смотрите. Корона это вообще ушла, да? Значит, ты стоишь все время, очень гордо, только в конце, да. И, смотри, Серег, не просто поднял руку, там, сдаешься, как можно больше движения вот ногами, сейчас этого мало, Кать. Сейчас получается такая, знаешь, это самое, чурбанчик по сцене такой ползает. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну, да. Я не вынесу это вас. Все, я умираю. Ой, папа, дорогой, да разовернись вы, дайте отцу воздуха. Нет, нет, Наташ, Наташ, ну, прям, прям, Наташ, Наташ, сейчас ты делаешь формально. Саша попросил ногой, чтобы она потом упала, понимаешь? О, Боже. Да. Да, да. Вот папа упал, побежали все. Дорогой, папа, да, да. Друзья, зайдите себе, погоди отцу. То есть вы работали в Финском театре, да? Да, да, да. А, когда это было? 97-98, как-то вот так вот, когда были. Если я правильно понял, как-то так, да. А вы бывали в университете, в театральном училище? Да, здесь, в Хельсинки был. В Хельсинки, да. Да, в театральной школе, да. Ну, вот вы бывали в двух школах, получается, да, мастерства, да. В русской вы учились, а в финской вы что делали? Просто приезжали, смотрели, когда вот у нас было обучение, мы ездили смотреть, как преподается актерское мастерство в высшей театральной школе, вот в Хельсинки. И мне посчастливилось посмотреть именно первокурсников. Именно вот это первые полгода, это вот как раз только вот они, ребята, начали учиться, я пришел, мы приехали посмотреть, как у них еще идут задания. Вот. И даже тогда я уже понял, что школа отличается вообще просто вот, ну... А чем она отличается? Я два раза поступал. Ну, слушай, это самое... Если сравнивать как бы с нашей школой первые полгода, у нас все там было первые полгода, это память физических действий, ПФД. Там, понимаешь, тебе уже вот это ПФД вот тут, но тебя заставляют, ты вынужден этим заниматься, тебя это заставляет, память физических действий. И знаешь, да, что такое? Нет? Ну, что-то слышал. Да, когда вот, понимаешь, ты отрабатываешь, например, там, беспредметно, как ты чай пьешь, понимаешь, да, как ты шьешь. Просто этюд на тему, как вот вначале ты просто вот... Я чищу картошку. И вот как ты берешь нож, как ты берешь картошку, как ты ее чистишь, понимаешь? Или там, я там пью горячий чай, как я беру, как я наливаю этот чай. Потому что там очень много нюансов. Для чего это? Потому что наша школа, мне так кажется, и нас так учили, что в нашей школе все направлено на достижение максимальной правды на сцене, существования правды на сцене. Правда. Потому что даже небольшой какой-то вот такая фальш на сцене, я вот даже когда смотрю, что так ли я вижу какой-то фальш, это может сразу, понимаешь, перечеркнуть все старания режиссера и актера, понимаешь? Вот. А у нас мы первые полгода вот просто вот, понимаешь, конечно, там, когда ты будешь на сцене уже, конечно, тебе дадут картошку, конечно, тебе дадут там эту чашку, ты не будешь без чашки пить. Но дело в том, что туда тебе не нальют горячий чай. И если там по сценарию тебе нужно пить горячий чай, тебе нужно отыгрывать его. И чтобы не было вот этого, понимаешь? А-а-а-а-а. Вот. Нужно найти вот этот вот баланс. Баланс, да. Да. Штук. А нюансов куча. Понимаешь? Какая чашка? Как ты ее берешь? Понимаешь? Если ты ее берешь так, кто ты? Если ты как из рабочей крестьянской семьи, ты возьмешь ее так, двумя руками, так. Если ты там с какого-то там высшего сословия, как берут манерно, не манерно. Потом сам чай горячий, понимаешь? Идет пар. Понимаешь? Как реагируют твои глаза, когда ты пьешь? Понимаешь? Не просто. Но это куча там вариантов. И вот на это у нас уходило полгода. И следующие полгода ты вот опять это же ПФД, но ты уже делаешь из ПФД маленькую историю, этюд. Ты выстраиваешь такой мини-спектакль. Получается. Ну, грубо говоря, тебе дают задание. Или ты придумываешь себе, да? Я, например, шью. Вот я у меня, значит, шью. Что происходит? Какая история? Почему я шью? Ты должен, как актер, задавать себе эти вопросы всегда. Понимаешь? Кто я? Почему я шью? Я, например, там спешу на свидание, да? Одел брюки. Увидел вдруг, что отвалилась пуговица. Времени нет, понимаешь? Нужно пришивать быстро. Накалываюсь, понимаешь? Опять, понимаешь? Это целая история. Вот. Этому нас учили. А у них было сразу первые полгода. Они там, по-моему, 4 месяца, по-моему, только-только отучились. И их пускают прямо, знаешь, вот в такой вот, вот как они любят говорить, импровизацию. Я вообще это слово терпеть не могу, понимаешь, импровизацию. Их пускают вот якобы в импровизацию. И на что эти ребятки, ну, я вот себя вспоминаю, что ты там можешь, какую импровизацию? Ты выходишь на сцену, ну, какая импровизация? Максимум, что ты можешь сделать, это вот из этой импровизации. Это получается кривляние. И вот у них было вот сплошное кривляние. И кто как лучше кривляется, понимаешь? Вот. Поэтому, конечно, там все сводилось к тому, что эти ребята выходили на сцену и что-то там такое изображали. Причем, я думаю, что сами не понимая что. Вот. На это все было тяжко смотреть. Вот. И потом, что меня второе удивило, это ребята, которые вот они вот учились. Мало того, что их выпускали неподготовленными на сцену, там что-то импровизировать, вот. То им еще давали текст. У нас первый текст нам давали только, ты имел право сказать одно только слово. одно какое-то. И то, оно должно родиться, это слово, ну, из твоего, из твоего этюда. Этюд должен закачиваться каким-то одним словом. И это слово должно было быть, ну, настолько правдивым. Ну, вот прям вот родиться от этой истории, которую ты рассказал. А им давали прям целый там текст. Они там что-то там, этот текст лепили, что-то там, что-то там плакали, смеялись. Там что-то, какая-то, такой наигрыш. Такой наигрыш, такая неправда. Вот, поэтому все это мне, конечно, очень так удивило и, мягко говоря, не понравилось. У меня где-то на 15-й минуте начала болеть голова от увиденного. Вот, и тогда я понял, что, да, ну, как бы отличаются очень. Может быть, я не знаю, может быть, их педагоги что-то там, у них какая-то своя там методика. И может, они что-то в этом видят. И как-то, может быть, дальше они там, не знаю, с ребятами работают. И, может быть, что-то у них там дальше по-другому и получается. Но то, что вот я увидел на вот первых четырех месяцах обучения, для меня это был просто, ну, ужас. Потому что я даже не мог представить, что я вот себя ставил на место их, этих ребят. Я думаю, что если бы я вот только поступил, первые четыре месяца, ты вообще не понимаешь, что, как, чего. Ты, дай бог, только справляешься с этим ПФД, а тебя же выпускают там что-то импровизировать. И плюс там с текстом, это, конечно, для меня было удручающе все. Вот, ну, это их школа, это, наверное, так им удобно. Это их школа, это их театр. Я не говорю, что это плохая школа или плохой театр. Другая школа и другой театр. Вот и все. Ну, а финское кино вы любите? Смотрели? Нет, не смотрю. Не смотрели? Смотрел, да, но как-то так не люблю. Мне больше нравятся вот шведские и датские фильмы. Чем отличается финское кино от русского? Нет, тут, понимаете, просто как бы на уровне, я могу судить, на уровне нра-нинра, нравится-не нравится. Ну, вот не нравится. Нравится, да? Ну, не нравится мне, как актеры существуют. Ну, вот мне почему-то во всех финских актерах, в большинстве то, что я видел, ну, я не говорю то, что я много видел, все фильмы, что я видел, но вот не было ни одного, чтобы, знаете, вот так, какой-то актер зацепил. Зацепил, да? Ну, какая-то вот я постоянно чувствую какую-то фальшу, я не понимаю, не знаю, что, но какая-то вот фальшь, и меня она всегда вот сразу вот как-то вот... Не нравится, да? И все, и я уже все... Вы у нас еще и сценарист. Ну, это громко сказано. Нет, я просто правлю сценарий для адаптации для нашей группы, потому что у нас ребята не профессионалы, вот, поэтому, конечно, каждый спектакль, который мы делаем, если даже берем уже готовый сценарий, то, конечно, мы его адаптируем. Что нужно хорошему актеру? Хорошему актеру. Что бы вот... Я вот захотел стать хорошим актером, это вот... Я должен родиться им или все-таки я могу приобрести эти науки? Ну, во-первых, конечно, должна быть, так скажем, задатки какие-то. Жилки актерские? Ну, привода природная какая-то, вот, да. Но это не означает, что ты будешь актером. Нас всегда... Наш режиссер всегда говорил, что вы просто пока имеете право заниматься этой профессией. Это как бы такой, знаешь, тебе аванс дает. Вот, и ты, получается, ты каждый день просто должен, как бы, ну, доказывать, что ты имеешь право заниматься этой профессией. Потому что театр без тебя проживет. Театр будет существовать всегда. Проживешь ли без театра ты? Вот, поэтому всегда нужно было доказывать, что ты имеешь право заниматься этой профессией. Конечно, ну, для этого первое вначале. Конечно, у тебя должны быть какие-то природные данные. Хотя бы чуть-чуть. Вот, как наш режиссер говорил, что на сцене я должен видеть ваш пот и кровь. Ну, а это на самом деле и так. Потому что, когда я помню, что самые хорошие моменты в наших спектаклях, которые мы делали, это вот прям через пот и практически вот через кровь. И просто так вот пришел и что-то там сделал такое, это невозможно. Чтобы быть хорошим актером. Но я говорю, что это нужно, чтобы у тебя было какое-то свое природное дарование, которое ты должен развивать, постоянно работая. Вот, потом, потому что я знаю, есть такие примеры, когда человек, так скажем, не с ах каким большим дарованием природным, его взяли на курс, как бы авансом, дали аванс. И он просто там пахал, как, не знаю, как говорится, папа Карла. И там, по-моему, до третьего курса это самое, еле-еле справлялся. Но, как говорил наш режиссер, что когда ты видишь вот труд такой, что рука не поднимется, ну, выгнать человека. И все, и все, и работает человек, и даже сейчас преподает в академии. Отлично все. Вот, доказал. А на актера нужно всегда учиться в университете? Или можно быть актером, как вот просто захотел стать актером? Ну, нет, ну, как так стал? Нет, понимаешь, это самое, Илья, я говорю, что... У меня ощущение, что это вот в девяностые годы, когда вот был ужас по всей стране, да, когда театры были пустые, вот, и театры что только не придумывали, чтобы завлечь публику. И тогда было очень модно привлекать вот таких медийных личностей в спектакли. Фильмы делали вот с певцами, там, с какими-то там телеведущими. Очень много в театры приглашали и в кино. Были именно медийные личности. И почему-то у всех было ощущение, что театром может заниматься любой. Что как бы, ну, что там, что там, идёт же певец там, пошёл, сыграл же в театре. Вот, ну, это, 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 он не владеет профессией. Ну, да, он пришёл в спектакль, его там вставили, как у нас говорят, поторговал лицом там что-то такое, и всё. Но это он не владеет профессией. Это, это, этому надо учиться. Актёрству надо учиться, как любой профессии. Это, это, это большой труд, это, это очень много чего нужно уметь. И не даром же там учатся пять лет. Ну, это большой процесс обучения. Это большой процесс. Вот, и когда какие-то там люди говорят, что, да что там, господи, пошёл там, что-то снялся там в кино, да, или там в театре, ну, что там, ну, или там, или там, ой, Нюрка-то наша актриса, актриса, она там, там, поёт хорошо, там, да, кривляется. Ну, это кривляние, больше ничего. Понятно. Нет, конечно, это как любой профессии, можно учиться. Ну, а можно ли научиться самому? Нет, вряд ли. Нет, нет. Как наш тоже режиссёр говорил, что вы же не фармацевт, и фармацевт может научиться, я думаю, если он будет дома учиться, да, один там, и то, навряд ли. Там, ну, там всё понятно, формулы, да, там, почитал. А как, а как, а как ты пению сам научишься? А как, а это то же самое, как и актёрствовал. Это ты должен постоянно человек, кто тебя ведёт, кто смотрит, кто тебе указывает ошибки твои. Потому что у тебя это очень опасно, как ты, значит, сам, как ты можешь актёрству, сам научиться. Даже не представляю. Ну, а то, если вот родился человек, и он от Бога актёр. Ой, ну, таких, знаешь, это самое... Биндизель. Один на миллион, и там, раз в сто лет, понимаешь, может, какой-нибудь такой уникум родиться. Ну, про актёров мы поговорили, а вот что насчёт режиссуры? Может ли человек стать режиссёром без образования? То есть, ну... Нет, конечно. То есть, не говорим, что он просто вот ездил на тракторе, там, сенок, если вдруг захотел стать режиссёром, но всё равно прошёл какое-то обучение, высшее образование получил. Нет, ну, в смысле, если сам ты не научишься режиссуре, ну, а как, я тоже не представляю этот... Нет. Ага. Ну, а как, я даже не представляю... Я говорю, что почему-то ощущение вот у многих, что актёрство, театр, это вот что-то вот такое, знаешь, вот кто больше умеет кривляться, и вперёд. Кто там умеет там что-то там поставить по мизанцинам, и вперёд. Вот там столько всего, это так, понимаешь, даже как вот интернет, понимаешь, если я умею водить мышкой и писать в орде, это не значит, что я владею... Сценаристом. Да, интернетом, понимаешь, там это, понимаешь, если вот это большое дерево, я только знаю там, понимаешь, одну веточку с тремя листочками, это сколько там ещё всего неизведанного. Так же и в актёрской профессии, и в режиссуре. Там куча всего, куча нюансов, куча... Ты должен знать очень многое. Очень много. Где взять вдохновение, чтобы написать хороший сценарий? Ну, ты не ждёшь её, понимаешь, вот какой-то один спектакль, этот, ностальгия, он родился просто из музыки. Мой сын Герман занимался пианино и играл музыкальное произведение, детское, под названием «Карусель». И вот он играл своим, знаешь, вот таким детским, тэн-тэн-тэн, тэн-тэн, тэн-тэн, вот. И мне вот эта вот тяночка, тэн-тэн-тэн-тэн, какая-то сразу у меня какое-то видение вот карусели, детской карусели. Вот именно вот такой, знаешь, вот старая-старая такая ностальгия сразу получилась. И у меня высветилось это слово «ностальгия», с этой каруселью. И вот потом как-то... У меня почему-то Чернобыль, когда вы про карусель говорили, мне это Чернобыль. Да, ну, видишь, у каждого своё. У меня вот какая-то вот карусель такая детская и ностальгия. И всё, и как-то вот и зацепило меня, и началась у меня вот какая-то такая, знаешь, не то, что поиск, а как-то вот постоянно я начал думать об этом. И сами с собой начали приходить идеи. Этого спектакля. Потом какой-то спектакль мы делали, что идея пришла от снега, понимаешь? Я увидел снег, я говорю, что следующий спектакль наш будет снежный, снег. Я ещё даже не представлял, что это, как и чего. Потом услышал мелодию из этого, из мюзикла «Чикаго». И раз, и сразу почему-то я представил, что эту вот эту песню исполняет бабушка пчела. То есть музыка влияет на это? Конечно, да. То есть музыка – это очень важно? Музыка, потом какое-то слово. Атмосфера. Что-то да, что-то я увидел. И вот так вот, ты не знаешь, когда это щёлкнет, понимаешь? Вот оно щёлкнуло, и всё, и пошло. А может, просто посмотрел, послушал музыку и не щёлкнуло. Ну, а бывали такие моменты, когда вот вы пишете сценарий на ваш спектакль, да? И вот уже, можно сказать, в процессе подготовки уже, готовы к выступлению, вы понимаете, что сценарий что-то не какой-то, не такой. Ой, это всегда так. Что вы чем-то недовольны? Это всегда. Блин, надо всё переписывать, а уже некуда. Всегда недовольство есть, это всегда. И были моменты, когда, я помню, мы делал, я делал в детском театре здесь, в Турку, спектакль «Пиноккио». Да. «Пиноккио», и уже день премьеры. И мы прогоняем днём, мы прогоняем этот самый генеральный прогон, да, вечером в шесть вечера спектакль, а мы прогоняем где-то часа в два, прогоняем. Вот, и я понимаю, что вот там две сцены просто, ну, завальные, что нужно их сократить. Вот. Я всё остановил, всех ребят, говорю, ребята, нужно вот эти две сцены убрать и соединить вот это, 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 это. Они на меня смотрели вот такими глазами безумными. Вот. Но они были как-то вот, они привыкли к тому, что я очень много переделывал. Вот. И как-то они так быстро всё так схватили на лету, сразу наши ребята, кто у нас свет и музыка, тоже быстренько там всё повырезали, перекодировали. И раз, 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 всё прошло отлично. Ну, вот. Потом, когда работал тоже с Клоунской спектакль, мы делали с одним французом. Он тоже, каждому любимому у него было это самое, что, ты опять всё поменял. Ну, это всегда такое вот, что-то хочется ещё улучшить, улучшить, улучшить. Что в фильме спецэффекты, навороченное, самое последнее, что есть вообще на свете? Или всё-таки стори-теллинг сценарий? Ну, я думаю, что, слушай, понимаешь, может быть плохой сценарий, но в фильме напичкают столько эффектов, понимаешь, что как бы там... Ну, это видно, что они спасают. Да, спасают, да. Так же, как понимаешь, бывает плохой сценарий, слабенький, и пригласят кучу маститых актёров, которые пытаются как-то спасти эту ситуацию, и не всегда это получается, понимаешь, спасти. Поэтому я даже не знаю, что там важно и главное. Для хорошего фильма, для хорошего спектакля, мне кажется, главное всё. Всё? Ну, всё, чтобы вот как бы вот, если мы говорим о конечном продукте, там должно как бы всё как бы вот сойтись, понимаешь? И актёрская работа, и режиссёра, и сценография, костюмы, свет, звук, как бы всё. Так, мне кажется, и в кино то же самое. Ладно, спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Так, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok